Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире вопрос недели, программа, где мы обсуждаем актуальные темы. Совсем недавно был принят бюджет 2019 года города Благовещенска. О том, чего ждать от него, каким он будет, сегодня поговорим с мэром города Валентиной Калитой. Валентина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку мы говорим о будущем, а будущее базируется на настоящем. И мне бы хотелось все-таки два слова сказать о бюджете 2018 года, поскольку на последней думе 20 числа мы уже этот бюджет окончательно зафиксировали, утвердили как итоговый 2018 года. А он у нас был в этом году немножко необычный, поскольку мы начинали с 4 миллиардов 400 миллионов, и это были плановые наши назначения на 2018 год, а завершаем на 1 миллиард 780 миллионов больше. То есть это те средства, которые нам удалось привлечь для реализации программных мероприятий города Благовещенска. Это на 40 процентов больше, чем всегда получали. Вступая в 2019 год, мы говорим, что в 2018 году все намеченные нами и поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Мы в этом году разработали стратегию развития города Благовещенска на ближайшие десятилетия. Благодаря этой стратегии у нас появляются возможности идти намеченным путем, используя все возможности, которые у нас есть нашего бюджета, федерального бюджета, поскольку мы только в этом году получили доходов на 178 миллионов за счет НДФЛ, поскольку заработная оплата была повышена в течение года. Прежде всего это касалось работников культуры, образования. На следующий год будем иметь те доходы, которых у нас не было. То есть на следующий год у нас будет 10-процентное отчисление от налога по упрощенной системе налогообложения. То есть это то, что нам субъект сейчас передает. Мы об этом вели переговоры на протяжении двух последних лет. Это была инициатива и наших депутатов городской думы, которые выходили с этой инициативой. И в результате на следующий год 10 процентов, на которые мы рассчитываем, они будут пополнением нашего бюджета. Благодаря тому, что мы участвовали в федеральных программах и в рамках федеральных мероприятий планов социально-экономического развития центров экономического роста на территории субъекта Амурская область, нам удалось получить дополнительные средства. И благодаря им мы строим школу, мы входим в строительство детского садика и мы увеличиваем места ясельных групп. Мы в этом году увеличили количество площадей по благоустройству городской территории и так далее, и так далее. То есть много можно перечислять, что нам позволило участие вот в этих федеральных разных проектов, в которых мы активно участвуем. Многое из того, что делалось в этом году, это как бы задел на следующий год. В бюджете следующего года по отношению к этому году изначально более чем на 600 миллионов бюджет будет увеличен. Говоря об особенностях бюджета 2019 года, я хочу сказать, что мы продолжаем работу над проектами. То есть в 2018 году было достаточно большое количество проектно-сметной документации разработано на перспективу для строительства в 2019-2020 году. Это школьные стадионы в четырех школах, это вот школы, это, допустим, детские сады, берега укрепления, потому что проектно-сметная документация и уточнение этой документации сегодня дает возможность завтра и послезавтра с этими проектами работать. И вот трехлетнее планирование бюджета, оно сегодня позволяет увидеть перспективу. Поэтому в 2018 году мы достаточное количество сделали проектно-сметной документации, которая позволит нам в 2019 и 2020 году продолжать строить объекты социального назначения. Более того, мы активно взаимодействуем с «Газпромом», и «Газпром» также на следующий год планирует ремонт дорог, которые они сегодня эксплуатируют. Мы увеличиваем деньги на питание детям впервые за несколько лет. То есть идут какие-то точечные, может быть, разовые изменения, но они системные, эти изменения. И на следующий год мы уже будем отрабатывать эти проекты и готовить проектно-сметную документацию на 2020, 2021, 2022 год. В рамках этих мероприятий мы продолжаем ряд строительных работ. Например, в этом году мы зашли в благоустройство городской среды. И отличие участия в этом проекте от предыдущего года в том, что в этом году мы выбирали общественное место, место для прогулок граждан. Это был парк «Дружба», это было выбрано горожанами. Это было голосование. Это было голосование. Жители выбрали именно этот объект. На следующий год следующий объект, это у нас улица Зеленая, второе место было, поэтому оно определено уже городскими жителями. И это облегчает в какой-то степени на следующий год. И там у нас еще есть площадь, которая около магазина «Благовещенск», которая тоже у нас требует особого внимания. И мы вот смотрим, как это будет, потому что программа будет продолжена. И бюджет следующего года нами сформирован так, что мы готовы к участию во всех этих федеральных программах и в областных программах тоже. То есть наша доля софинансирования, она уже внесена в бюджет следующего года. Поэтому мы будем продолжать участие в федеральных программах. Мы планируем на следующий год получить деньги Дорожного фонда. Мы планируем на следующий год войти в федеральную программу и получить деньги по другой программе, которая помогает нам сегодня участвовать в строительстве, ремонте дорог. Но там имеется в виду прежде всего городская агломерация. И согласно этого проекта мы будем магистральные улицы ремонтировать. Это дополнительные средства. Это тоже в бюджете следующего года как софинансирование. Мы заканчиваем сейчас работу над проектно-сметной документацией. И проект «Школы на полторы тысячи мест» нами предусмотрен в планах на ближайшие годы в микрорайоне. То есть сейчас проект проходит экспертизу в эти дни. Мы надеемся документы получить вовремя. И уже в 2020 году, мы думаем, строительство будет. Потому что в 2019 году хотели бы в федеральную программу попасть. Так же, как и детский сад на 340 мест. У нас сейчас начинается строительство на 120 мест. Будет на 340 еще следующий объект, который у нас тоже запланирован. Финансирование у нас тоже предусмотрено. То есть мы планируем продолжение работ и по благоустройству, и по строительству, и по обеспечению более комфортными условиями наших жителей. Конечно, есть ряд сложностей и трудностей. Не все объемы, которые нужно, мы сегодня можем освоить. Мы осваиваем ровно столько, сколько позволяет бюджет. И объекты социальные наши, школы, детские сады, объекты культуры, конечно, нуждаются в постоянном уходе, в ремонте. Валентина Сергеевна, значит, бюджет 2019 года будет так же бездефицитный, как и сегодня? Да, бюджет 2019 года будет так же, как и предыдущие два года, бездефицитный. И он остается так же социально ориентированный. То есть практически большую часть бюджета посвящена социальной сфере, которая у нас в городе достаточно большая. Поэтому мы развиваемся, мы расширяемся. Сокращение у нас не предполагается, а только идет на развитие. Можно, конечно, жить в долг. Но жить в долг, жизнь показывает, жить дороже. Это дороже в перспективе. Валентина Сергеевна, спасибо за обстоятельную беседу. Было очень интересно послушать. И надеюсь, что все планы, которые вы выстраиваете, обязательно сбудутся. А нашим телезрителям я напоминаю, что задать свой вопрос городским властям может каждый на аккаунте администрации Благовещенского в Инстаграм, написав письмо по электронной почте в телекомпанию «Город» или просто позвонив нам по телефону. Это был «Вопрос недели». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова